Рогозин назвал отмену своего визита в США следствием Второй гражданской войны в Америке. 11 января 2019 года ТАСС Рогозин назвал отмену своего визита в США следствием Второй гражданской войны в Америке. Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Источник изображения, РИА новости, Владимир Трифилов, гендиректор Роскосмоса заявил, что НАСА стала жертвой внутренней борьбы в стране Москва, 10 января. Слеж тасс слеж. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал отмену своего визита в США результатом идущей в стране Второй гражданской войны. «Я думаю, что Америка сейчас поглощена по сути дела своей Второй гражданской войной», сказал Рогозин в интервью России 24, говоря о причинах отмены своего визита. По словам Рогозина, НАСА стала жертвой внутренней борьбы в стране, а вся ситуация с санкционными списками — это безобразие. «Это полное международное беззаконие, им не абсолютно безразличны те мотивы, которыми руководствовались люди в администрации Обамы или в нынешнем Сенате», подчеркнул глава Роскосмоса. Ранее НАСА распространила заявление, в котором сообщила, что проинформировала российскую сторону о том, что визит Рогозина в США необходимо отложить. Также Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства отметило, что новая дата визита пока не назначена. При этом пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс сообщила, что управление продолжает подготовку визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне. Ранее некоторые американские чиновники и законодатели выступили с критикой планируемого визита главы Роскосмоса в США. В октябре директор НАСА Джим Брайденстайн в интервью ТАС сообщил, что хотел бы, чтобы Рогозин в ходе своего визита в Соединенные Штаты выступил в Университете Райса, в Хьюстоне, штат Техас. Он также сообщил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе Рогозина из-под американских санкций с тем, чтобы тот мог совершить поездку в США по приглашению НАСА. Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины. 10 января 2019 года права на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.